Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами проэтерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем вторую главу книги пророка Захарии. Вся глава представляет собой единственное видение, которое пророк видит ночью, подобно тому, как мы видим сновидение. Но одновременно он и спит, и бодрствует. Это некое вещие видение, некая весть, которую он должен передать народу о судьбах Иерусалима, судьбах народа и судьбах всего человечества. Именно поэтому книга пророка Захарии – одна из наиболее часто цитируемых книг в Новом Завете. Я снова поднял глаза и увидел человека, державшего в руке мерный шнур, то есть веревку, которой землемер отмеряет землю. И я спросил его, куда ты идешь? Он ответил, измерить Иерусалим, определить его ширину и длину. В то время, когда говоривший со мной ангел уходил, навстречу ему, как я увидел, вышел другой ангел, которому он сказал, «Передай скорее этому юноше, что Иерусалим будет городом без стен крепостных, столь огромно будет число жителей его, и так много скота в нем будет». Конечно, это удивительная сценография, потому что эти ангелы, некие божественные посланники, некие силы, которые направляют течение истории, между собой тоже находятся в диалоге. Сначала с пророком говорит один, потом появляется на сцене другой, которому первый ангел передает некую весть, которую нужно передать. И возникает вот такая целая драматургия пророческого видения. И здесь мы видим те образы, которые потом повторятся в последней книге Библии, в откровении Иоанна Богослова, потому что Новый Иерусалим, который станет окончательной столицей Царства Божия, действительно будет городом, в котором сам Бог будет и храмом, и его славой, и огнем. И здесь мы уже видим некое предвосхищение и пророческое предвозвестие того, что этот город станет столицей всего мира. Не только в нем поселятся иудеи, которые возвращаются из Вавилона, но со временем Царство Божие покроет собой все народы земли, и поэтому у этого города не будет крепостных стен, потому что он станет царицей Всемирного Царства, и у него не будет врагов, нет кого будет защищаться. «Я сам стану стеной огненной вокруг него и буду славой его». Таково вещие Слово Господне, так говорит Господь Вседержитель. Он сам станет огненной стеной, точно так же, как в пустыне. Бог сопровождал свой народ и был облачным столпом, когда нужно было спрятать в тумане свой народ от врагов, и наоборот, был огненным столпом среди ночи, когда нужно было освещать дорогу впереди. Точно так же этот образ Нового Иерусалима, который будет фактически местом присутствия Бога. И поэтому пророк обращается прежде всего к тем, кто еще не вернулся из Вавилона. «Спешите же, не медлите, бегите из страны северной», – торопит Господь. «Ведь что я рассеял вас по четырем сторонам света, или буквально по четырем ветрам, поспешите вернуться на Сион, спасайтесь бегством, живущей среди вавилонин», – среди дочерей Вавилона. Итак, Господь призывает народ вернуться в свою столицу, потому что он сам возвращается. И здесь возникает очень интересный образ, который присутствует в пророческой литературе и в священных преданиях. Дело в том, что когда Иерусалимский храм был разрушен, и большая часть народа была депортирована, то Бог вместе со своим народом отправляется в изгнание. И поэтому до тех пор, пока народ в депортации, каким-то образом Бог тоже находится в депортации. Но вот теперь народ возвращается, и Бог вернулся, и поэтому те, кто еще медлит и остается в стране изгнания, в ссылке, должны как можно скорее вернуться. Бегите из страны северной, возвращайтесь. «Поспешите вернуться на Сион, спасайтесь бегством. И после того, как при явлении славы Его был послан Я к вам с вестью, вот что сказал Господь воинств, когда Он говорил о народах, грабивших вас. «Тот, кто прикасается к вам, зеницы ока моего касается. Знай, подниму я на них руку, и станут они добычей своих же рабов. И тогда узнаете, что это Господь послал меня к вам». Последние слова означают, что Захария говорит, «Вы увидите все, что я вам говорю, оно исполнится. И тогда вы поймете, что я не лже-пророк, я вам говорю истинную правду». Те слова, которые мне передал Господь. И в чем же смысл этого вестия? Главная весть, которую передает пророк Захария о том, что завет между Богом и народом остается нерушимым. Потому что вавилонский плен, депортация были абсолютной катастрофой. И народу казалось, что на этом все заканчивается. Нет больше народа, нет больше земли, нет больше царя, нет больше храма. Все возвращается в какой-то первозданный хаос, в небытие. Но посреди этого небытия и мрака отчаяния все-таки звучит эта весть о том, что Господь-Свездержитель остается верен своему завету. Те слова, которые здесь цитирует пророк, «Тот, кто прикасается к вам, кто поднимает руку на вас, в действительности на мое око, на зеницу моего ока поднимает руку». И это как некий отзвук тех слов, которые произносят друг перед другом Давид и Иоаннафан, когда они заключают завет между собой, они произносят замечательные слова. «Жив Господь, и каждый из нас погибнет, смертен, но тот, кто будет искать твоей жизни, будет искать моей жизни». То есть твой враг, тот, кто захочет убить тебя, но в действительности мой враг, он враждует против меня. Поэтому этот образ того, что тот, кто враждует против народа, в действительности поднимает руку на Бога. Тот, кто враждует против церкви, в действительности всегда хочет уничтожить Бога, потому что народ – это всегда живой свидетель божественной правды и божественного присутствия. Вот таков секрет этого завета и судьбы, поскольку судьба народа – это судьба Бога. И заканчивается эта глава «Благой вестью». «Приглашением к ликованию, призывом к радости». «Ликуй и радуйся, дочь Сиона, ибо я иду к тебе и буду пребывать с тобой». Таково слово Господне. Итак, смысл этой радости в том, что Господь возвращается. «Многие народы в тот день уверуют в Господа и станут моим народом, и я буду среди них пребывать. А ты, народ мой, узнаешь, что это Господь воинств, Господь Вседержитель, послал меня к тебе». Опять же, вот эти последние слова подтверждают некую аутентичность того, что пророк Захария, истинный пророк, он не вещает что-то, что взбрело ему на ум, то, что он сам придумал, но это подлинные слова Божии, как некая печать аутентичности. Но здесь мы видим тот образ Вселенского Царства, который получит новое развитие в следующих словах. «Возьмет Господь тогда Иудею в свой удел на святой земле и вновь сделает Иерусалим избранным городом своим». Итак, избранничество состоит в том, что Господь избирает народ Израиля, то, что от него осталось, десять колен исчезли, и осталось колено Иуды, которые Господь избирает для того, чтобы доверить ему вселенскую миссию. Через ту весть, которую несет этот народ, исполняя божественную правду, исполняя заповеди Божии, все народы земли обратятся к Богу. И не только народ Иудеи, но все народы земли станут народом Божиим, и Бог будет пребывать среди них. Вот таково вселенское призвание этого избранничества. Господь избирает всегда своих избранников ради других, ради всех, ради всего человечества. Не потому, что мы лучшие и мы заслужили это, но для того, чтобы через нас к Богу обратились все народы земли, все человечество. И здесь возникают очень яркие слова, которые заимствованы из храмового и мессианского лексикона. Прежде всего, Господь возьмет в удел землю святости, святую землю. Та земля, на которой сейчас поселится колено Иуды, в действительности принадлежит Богу, эта земля святости. Это Божья земля. Господь ее унаследует. И вот здесь очень важно услышать это слово. Слово «удел» означает «достояние». Спаси Божие люди Твоя и благослови достояния Твое. Итак, Богу принадлежит вся земля и все, что ее наполняет. Все народы, все люди, человечество, все животные, все звезды, все, что наполняет землю, принадлежит Ему. Но у него есть некая драгоценная часть в этом общем достоянии. Это его удел. И это слово употребляется в связи со строительством храма. Когда царь Соломон собирает пожертвования на строительство храма, то он царь, и ему принадлежат все богатства земли, над которой он царствует. Но тем не менее, когда собраны уже определенное количество золота, серебра, драгоценных пород, деревьев, царь Соломон снимает с себя диадему, царский венец, который ему подарила его мать. И это и есть его достояние. Ему принадлежит все. Но есть какая-то частичка чего-то, что принадлежит ему как человеку, как царю, и что не является достоянием всех. Некий драгоценный удел, драгоценное достояние. Поэтому тоже народ Божий очень часто называется диадемой в руках Господни. Это то, что у него самого ценного и самого дорогого. И поэтому Господь вернется к своему народу, и народ опять станет этим достоянием. И Иерусалим станет этой столицей, станет центром земли. Здесь, конечно, пророки заимствуют образ, который присутствует в разных цивилизациях. В частности, греки говорили о том, что пуп земли, центр вселенной, находится в Дельфах. Дельфы и святилище этого города являются центром вселенной. Но и в действительности центром и столицей мира будет Иерусалим. И это вот-вот должно свершиться, потому что Господь просыпается, встает для того, чтобы совершить суд. И дальше эта глава заканчивается стихом, который перекликается с тем, что мы слышим во время богослужения Великой Субботы. Христос перед тем, как воскреснуть, спускается в ад, пребывает в покое, субботствует. Но для всего народа это момент ожидания Его воскресения. «Умолкни все живое», буквально всякая плоть, да молчит всякая плоть человеческая. «Пусть воцарится тишина, безмолвие перед Господом, ибо вот Он выходит из святого чертога своего». Он выходит, как воскресший Христос, выходит из гроба. Точно так же Бог выходит из своих небесных чертогов для того, чтобы судить. «Судить» означает царствовать, для того, чтобы воцариться. И вот такими удивительными пророчествами заканчивается эта глава. На портале «Экзогет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.